Чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обузнать их. Даже человек, который прошел бхакти-шастры, даже человек, который пытается как в Айраге действовать, даже такой человек бессилен против чувства, если они его понесут. Поэтому надо быть очень аккуратным. И здесь в комментариях Шила Прабхупада приводит пример Вишвамитры Муни. Не думайте, что это какой-то был дедушка просто, ну какой-то там житель Индии. И тут ему как-то не повезло. Это был супер-йог, супер-йог. Он испытывал, ну то есть ему было хорошо. У него было такое могущество контролировать чувства, что нам даже не снилось. То есть что бы с телом ни происходило, он никак не приходил в возбуждение. Вот просто вот такой под водой сидел, там 60 тысяч лет. Тут не можем пару минут посидеть нормально, да? 60 тысяч лет. Вот это решимость просто была. И при том Индра не один раз пытался его вывести из этого самадхи. И первый, как это называется, первый агент, которого Индра туда заслал, забыл, как зовут эту покойную Апсару. Потому что когда она появилась перед Вишвамитром, он просто зыркнул на ней, и она в камень превратилась. Поэтому, когда Менека туда пришла, она уже, знаете, на глаза не показывалась в целях безопасности. Она просто в воде позвонила в колокольчик над женой, и Вишвамитра, ну у него какие-то вот ассоциации возникли. И вот раз, и все, он уже оказался с Менекой. Если даже такие люди не могут справиться с чувством, что про нас говорить? Нам нельзя имитировать никого. Нам нужно обязательно этикет, технику безопасности, иначе у нас шансов никаких нет. Но у тех людей, кто находится в сознании Кришны по-настоящему, здесь Шага Прабхупада цитирует Емуна Ачарья, который говорит, с тех пор, как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовно радость, и при одной мысли о близости женщины мое лицо искажается в отвращении, и я сплевываю. Не то, что он на женщин плюет. Нет, это надо правильно понимать. Знаете, это практиковалось в каком-то раннем искон, когда преданы еще не понимали тонкости философии. И там шага-кань-матэджи, или начинали на нее плевать, или так, с отвращением. Тут не про это речь. Шага Прабхупада, как пример Махабхагавы, никогда так не делал. Он никогда так не делал. То есть он не испытывал отвращение к душам. Ему начальник душам испытывал отвращение, а на свои мысли эксплуатировать эти души. То есть ему была неприятна мысль об эксплуатации других. Вот служением другим, да вот хоть сколько угодно, а вот использовать других для своих чувств на схожидание, ему это противно. Понятен, да? То есть, и точно так же женщины могут себе плевать на мужчин и говорить, вот сплевываю на тебя, да? Потому что мне противен ты, достали вы меня все. Нет, не об этом речь, а о том, как я использую, то есть, что я хочу от этого человека. Преданный на всех смотрит, как на объект своего служения, сознание Кришны. Но материальный ум, он смотрит на все, и на мужчин, и на женщин, как на объект наслаждения. И именно это ему начальник не нравится в этом тексте. Именно на это он с отвращением сплевывает. И почему? Потому что сознание Кришны приносит такую огромную радость, что по сравнению с ней мирские удовольствия кажутся безвкусными и даже противными. Человек, обладающий сознанием Кришны, подобен тому, кто утолил голод, съев много вкусной и питательной пищи. Махараджа Амбариша одержал верх на так называемом йогам дурваса муни, просто потому, что ум царя был поглощен сознанием Кришны. Представляете, что там должно быть? Сейчас, может быть, мы не испытываем вот этих эмоций и счастья, но это ради чего мы вот этим всем занимаемся. По идее, вот к этому должно все прийти, вот к этому состоянию.